Здравствуйте, друзья, посетители интернет-портала Вестник Цветовода. Этот сюжет будет посвящен выставке «Цветы-2010», которая прошла в стенах Всероссийского выставочного центра со 2 по 5 сентября нынешнего 2010 года. Интернет-портал Вестник Цветовода тоже присутствовал на выставке вместе с клубом садовых путешествий «Калитка», хорошо известным нашим постоянным пользователям. Конечно же, снять все и показать возможности у нас не было, да и задачи такая не стояло. Но приоткрою секрет, что в объектив нашей камеры попали Александр Сапелин и Людмила Белых. Они поделились интересными и нужными, на наш взгляд, советами. Но эти советы практические и поэтому появятся в рамках цикла «Практика садовода» уже в ближайшее время. А в этот раз хотелось немного рассказать о конференции производителей посадочного материала, где обсуждались насущные проблемы и вопросы, конечно же, связанные с растениями. Беседа получилась содержательной. Обсуждались вопросы развития рынка отечественных посадочных материалов, проблемы обмена информацией между питомниками, также обмен опытом и внедрение современных технологий в производство посадочных материалов. Мы попросили президента Ассоциации Сергея Цевину сформулировать основные тезисы этой встречи питомниководов. Добрый день. Хотел бы несколько слов сказать о Ассоциации производителей посадочного материала. Наша ассоциация была создана в 2008 году инициативной группой нескольких частных питомников. Ее целью является информационное взаимодействие между питомниками, развитие рынка отечественного посадочного материала, ну и как следствие улучшение качественной жизни наших людей, в том числе улучшение пространства, в котором живут наши люди. А анализируя рынок посадочного материала, на сегодняшний день можно сказать, что потенциально цифра порядка 30 миллиардов рублей, которые тратятся ежегодно на озеленение и сопутствующие, соответственно, материалы. Порядка 1 миллиарда долларов. Большинство из этих денег уходит за границу. По разным оценкам от 80 до 95%. Почему так происходит? Основная причина не только в том, что отечественного посадочного материала недостаточно, но и также в том, что у нас нет достаточного информационного взаимодействия. Иногда мы не знаем, что есть в том или ином регионе России. И Москва, требуя большое количество растений, зачастую не знает, что оно есть в Воронеже, а Воронеж не знает, что это можно продать в Москве. И одной из целей ассоциации как раз и является именно решение вопроса информационного взаимодействия между участниками рынка, между посредниками, между производителями, конечными потребителями, частными лицами, государственными заказчиками, муниципалитетами. Учитывая, что на сегодняшний день в объемах заказов российских питомников только 5% составляют заказы государственные и заказы муниципалитетам, 95% это заказы частных лиц, можно предположить, что при росте потребления именно государственных заказчиков рост рынка может составить до 2000% за 10 лет. Это будет возможно именно тогда, когда мы сможем консолидированно вести свои действия вместе с участниками рынка, такими как исполнители, строители, проектировщики, ландшафтные архитекторы, конечно питомники и безусловно конечные потребители, это граждане, потому что озеленение городов, улиц, площадей, дорог очень влияет на качество, на качество, на уровень жизни, на экологию, на восприятие людей, в конце концов, в том числе на криминогенную обстановку. Чем больше зелени, тем больше благоустройства, тем спокойнее люди, тем меньше преступлений, тем больше любви и больше стремлений к положительному у людей. Разумеется, что кроме официальных мероприятий, посетителей цветов 2010 ждали различные конкурсы, показы и даже чемпионат флористов. Особенно стоит отметить, что на выставке широко представлен отечественный производитель, способный составить достойную конкуренцию своим зарубежным коллегам. Обилие всевозможной продукции, садовой тематики и огромный интерес публики все это превращает ежегодную выставку цветы в события поистине мирового масштаба. А если ажиотаж продолжит расти, организаторам придется поработать над расширением и без того внушительной экспозиции. Илья Болгов, Виктория Терина, Вестник Цветовода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова